Всем привет! Думаю, многим моим зрителям знакомы такие фильмы, как Чужой и Хищник, первые части которых выходили в далёких 80-х годах. Правда, моё знакомство с этими фильмами случилось в начале нулевых. Тем не менее, им удалось покорить моё юное сердечко. Тогда я не думал о том, что эти персонажи могут встретиться в одной вселенной. Однако, в 2003 году в мои руки попадает диск с игрой Alliance vs Predator 2. Установив её, я был приятно удивлён. Первое, на что я сразу обратил внимание, в возможности играть за трёх героев. За морпеха, чужого и хищника. За несколько недель я прошёл игру за всех трёх героев. Меньше всего мне понравилась кампания за чужого. Из-за его способности лазить по стенам и потолку меня постоянно укачивало. Несмотря на это, игра мне чертовски понравилась. И до сих пор она занимает место в топе моих любимых игр. Поэтому мой ролик про AWP 2 был вопросом времени. Разработкой игры занималась студия Monolith, которую вы можете знать по таким играм, как Blood, Condemned и Первый Фир, на который у меня уже выходил ролик. Издателем игры выступила студия Sierra Entertainment. В ноябре 2001-го Чужие против Хищника 2 вышли в свет. Для многих геймеров эта игра стала культовой. Так давайте же узнаем, достойна ли эта игра внимания спустя 22 года. Или её стоит забыть. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай, ведь мы... Начинаем! По традиции, как и у многих старых игр, есть проблемы с запуском на современном железе. В моём случае, для комфортной игры потребовалась установка кастомного лаунчера. В нём мы можем настроить современное разрешение, а также установить углы обзора. Однако, по какой-то причине, игра шла в 20 кадров. Поэтому пришлось установить дополнительный патч. А чтобы он нормально работал, пришлось зайти в настройки графики и определить приоритеты для запуска игры. Также я использовал русификатор текста и окружения. Как вы уже могли заметить, после наших настроек графики, меню немножко уменьшилось. Но поскольку я бог монтажа, давайте его расширим. Ну вот, другое дело. Как я говорил ранее, игра предоставляет возможность сыграть три кампании. За морпеха, хищника и чужого. Поэтому я предлагаю начать в том порядке, как они расположены. Сюжет за человека начинается на борту военного корабля Верлок. Который перевозит подразделение колониальных морпехов на планету LV-1201. База в Эйланд-Ютене на планете молчит уже шесть недель. И морпехи получают задачу разведать причину потери связи. А также спасти выживших, если они остались. Здесь нас также знакомят с членами нашей команды. Смотри на этот чувак! Нет, 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 нет! Но попрошу к лицевой анимации отнестись с уважением. Игре как-никак 22 года. А это на минуточку больше, чем некоторым моим зрителям. В этом вступительном брифинге мы также можем заметить нашего героя. Сержанта Гаррисона. По кличке Морозный. Затем отряд морпехов погружается на два десантных корабля. Однако из-за непогоды и сильного ветра, один из них терпит крушение. Совершив аварийную посадку, Гаррисону дают новые указания. Он вместе с двумя напарниками должен восстановить работу навигационной системы посадочной площадки. Пока остальной отряд занимается подчинкой корабля. Начав игру за морпеха, в глаза первым делом бросается детектор движений. Это довольно узнаваемое устройство из вселенной чужих, которое фиксирует любые движения, сигнализируя о них ненавязчивым звуком. Первоначально у нашего бойца всего лишь три вида оружия. Нож, пистолет и 99-зарядный автомат Armat M41A Pulse Rifle. На входе в бункер мы встречаем первую головоломку. Дело в том, что нашему герою очень часто будут встречаться заблокированные замки, взломать которые можно с помощью специального устройства. Всё, что нам нужно, присоединить провод к микросхеме и приступить к её взлому. Открыв дверь, наш герой первым входит внутрь. Ну а поскольку наш герой весьма одарённый, он умудряется активировать мину-ловушку, которая заваливает проход. По мерцающему свету и полному одиночеству можно догадаться, что нас ждёт survival horror. А как вы знаете, студия Monolith умеет в страшные игры. Да что уж там, здесь даже фонарик разряжается, как в современных хоррорах. Несмотря на то, что наш герой вооружён и опасен, в детстве, когда я проходил эти уровни, я отваливал не по одному кирпичному заводу. Страшно, очень страшно. Пока мы рассматриваем жертв хищника, с нами связывается командование. Оказывается, от взрыва у нас сломался передатчик, поэтому нашего героя они не слышат, но видят его детектор жизни. Несмотря на технические проблемы, командование приказывает продолжать выполнять задачу. Выбравшись из бункера, мы замечаем группу выживших. Однако хищник быстро умножает их на ноль. Пробираясь через мост, ты реально ощущаешь себя в роли жертвы, ведь своего противника ты попросту не видишь. А вот он, видит тебя прекрасно. Далее наш герой добирается до взлётно-посадочной площадки, где нужно перезагрузить реле питания. Здесь я по-серьёзному напрягся. Дело в том, что мой детектор движений показывал, что кто-то находится над краном. Пока я не понял, что он реагирует на движение крюка. Далее мы без каких-либо трудностей добираемся до выключателя. После чего на освещенную территорию благополучно приземляется наша птичка. Капитан благодарит нашего героя за проделанную работу и тут же даёт ему новую задачу. Теперь нам нужно найти офис охраны и восстановить систему защиты. Тем временем от начала игры прошло уже 15 минут, а первого контакта с чужими или хищником у нас ещё не было. Наконец, в одной из комнат мы натыкаемся на каноничные следы чужих. Дело в том, что кровь этих тварей прожигает практически любую поверхность. Активировав систему защиты, во всём комплексе включается свет. Однако шум рабочих генераторов пробуждает полчища чужих, которые тут же набрасываются на наш отряд. Несмотря на свой солидный возраст, в игре очень круто сделан импакт оружия. Далее наш герой пробирается через вентиляцию. Затем ловим несколько скримеров своим лицом, а затем с чистой совестью, но не штанами, добираемся до бронетранспортера. К сожалению, поуправлять машиной у нас не получится. Зато не успели мы отъехать от ангара, как встречаем группу выживших разведчиков. Они были уверены, что Фрости погиб, поэтому весьма рады этой встрече. Дюк рассказывает, что понёс серьёзные потери. Также мы узнаём, что чужие похитили Холл, подругу нашего героя. Для тех, кто не знает, это баба-бой из начала игры. Узнав такие новости, Фрости решает спасти подругу. Дюк пытается нас отговорить, ведь идти в логово чужих это равно самоубийству. Но наш герой продолжает стоять на своём, считая, что она всё ещё жива. Приняв эту позицию, Дюк и его друзья забираются в БТР. С помощью камеры слежения, которая закреплена у нас на плече, они будут следить за нашими действиями. Спустя некоторое время мы наконец-то добираемся до дырки чужих. Если кто не понял, то так выглядит вход в их убежище. В целом, эта локация выполнена на твёрдые 10 из 10. Отсутствие нормального света, жуткая субстанция на полу и стенах, всё это создаёт нужную атмосферу. Спустившись вниз на лифте, мы натыкаемся на яйца чужих, в которых растут лицехваты. Если вы их все не уничтожите, у меня для вас плохие новости. Потому что в скором времени из них вылупятся мордопрыги, которые ваншутят нашего героя. В конце концов, мы добираемся до нашей подруги. Вот только помочь ей уже никак нельзя. Она просит нас убить её, но скрипты нам этого не позволяют. После чего мы вживую наблюдаем за рождением грудолома. Убив личинки чужих, даём по тапкам до нашего БТРа. В этот момент за нами начинает охотиться всё логово. Поэтому периодически нам придётся отвлекаться от бега и отстреливать этих паразитов. После чего благополучно добираемся до союзников. В следующей миссии наш отряд встаёт перед новой дилеммой. Нам необходимо добраться до наблюдательных башен. Однако ворота к ним заблокированы. Конечно, для решения этой проблемы вызывается наш герой. В целом, эта миссия является просто сопровождением БТРа. Где основную часть миссии мы будем переходить из будки в будку, открывая ворота. Из интересного, на этой миссии мы можем найти Smart Gun, который значительно упрощает стрельбу по противнику за счёт функции автонаведения. Также на этой миссии я понял, насколько казуалены современные игры. Я настолько привык, что они ведут игрока за ручку и показывают маркером ключевые места, что потерялся на этом уровне. Дело в том, что нам нужно опять открыть ворота. Вот только есть нюанс. Дверь заблокирована. И я совсем не обратил внимания, что рядом с дверью стоят взрывоопасные бочки, в которые нужно было просто выстрелить, чтобы пройти дальше. Но это очередной плюс в копилку игры, ведь она заставляет думать. Наконец, наш отряд добирается до башен наблюдения. Из них к нам навстречу спускается группа недоброжелательных типов. Во всём чёрном учёный по имени Эйзенберг. Скажи моё имя. А рядом с ним генерал Василий Рыков, который командует отрядом Железные Медведи. Он недоволен, что морпехи отключили систему безопасности для проезда к башням. И вообще уверен, что им тут не место. Эйзенберг сообщает, что в улье чужих находится группа археологов, которой нужно помочь. Основная часть морпехов решает выдвинуться в их сторону. Однако капитан приказывает нашему герою отправиться в башни и наладить связь с кораблём. После этого нам демонстрирует Рыкова, который приказывает заблокировать связь для морпехов. Из диалога можно понять, что в башнях проводили запрещенные опыты. С большим числом погибших среди учёных. Поэтому Железные Медведи стараются изо всех сил помешать морпехам выяснить, что здесь случилось. Тем временем наш герой добирается до центра связи. Однако кто-то уже отключил его протоколы доступа. Как вдруг внезапно появляется русская наёмница, которая предлагает нашему герою пройти с ней. В этот момент мне показалось, что нас просто выведут на расстрел. Но к счастью всё обошлось, и она просто вырубила нашего героя. Правда, вместо свалки мы просыпаемся в тюряге. Знаешь, что делают в тюрячке? Устраивают побег с поножовщиной. Первая кровь в голову! Убив несколько охранников, я понял, это был единственный момент в игре, когда нам понадобится нож. Блуждая по коридорам башен, можно заметить, что что-то идёт не так. И это действительно так, ведь из лаборатории сбежал эксперимент учёных, с которым вскоре нам предстоит схлестнуться в коридоре. Как оказалось, этой тварью является помесь хищника и чужого. Далее мы оказываемся в комнате, где видим хищника, запертого в капсуле. К слову, это главный герой одноимённой кампании. Пожмав по различным кнопкам, мы выводим его из тазиса, после чего с чистой совестью продолжаем побег. Затем немного отстреливаем оранжевых болванчиков, у которых явные проблемы с меткостью. Прям как у меня. После этого с нами на связь выходит некий аноним. Он просит нашего морпеха достать для него пакет. В нём якобы находится компромат, который поможет рассказать правду. Об ужасных смертях и экспериментах, которые проводились на этой станции. По пути у нас будет возможность найти дробовик. Пожалуй, одно из моих любимых оружий в этой игре. Тем временем мы добираемся до ценного груза, который так был нужен анонимусу. Заполучив его, он тут же предлагает встретиться у лифта. Спустившись на нём, мы оказываемся в ангаре, где видим очередное пересечение двух компаний, захищника и морпеха. После этого спускаемся вниз и на грузовом лифте покидаем территорию башен. С нами на связь вновь выходит анонимус, который отключает программу изменения голоса. Таким образом мы выясняем, что она девушка и работает на этой станции. Зовут её Томика. Она просит придержать диск пока у себя, чтобы потом предоставить улики против корпорации своему отцу. После этого она говорит, что готова помочь нашему герою найти свой отряд. Правда, путь будет весьма трудным. Сперва мы должны спуститься в канализацию, где чужие устроили свой улей. Там мы будем блуждать по очень тёмным коридорам, периодически отстреливая чужих. На мой взгляд, в этой локации главной проблемой становится малый заряд фонарика. Из-за этого очень часто свой путь придётся подсвечивать фаерами. Наконец, выброшись на воздух, за нами начинает охотиться хищник. И пока он использует свою невидимость, единственным способом его обнаружить будет ориентация по нашему детектору движений. В конечном итоге, дредастик решает спуститься с высоты и навалять нам на земле. Не получилось, не фартануло. А тем временем, нам демонстрируют членов нашей команды. До них начало доходить, что их отправили в ловушку. И никаких археологов здесь нет. Тем временем, наш герой добирается до авангарда своей команды. А в одной из комнат и вовсе найти мини-ган. Его отличием от основного пулемёта является бронебойность. Ну а к минусам я бы отнёс отсутствие автонаводки. Затем я попал в оружейную, где можно подобрать все виды оружия. А поскольку мы играем в шутер начала нулевых, то переносить с собой можем до 10 стволов. В конце миссии Томика высылает за нами самолёт, на котором мы будем доставлены до основных сил нашего отряда. В этой миссии нам дадут поуправлять боевым экзоскелетом, который увешан несколькими видами вооружений. На нём мы проникнем в древние сооружения пилотов. Это если что древняя рация, которая занималась разведением чужих. Затем нужно будет активировать древние электрогенераторы, после чего нужно будет упасть вглубь роя. Здесь наш герой потеряет свой экзоскелет и всё накопленное снаряжение. Затем мы наконец-то натыкаемся на финального босса. Убив эту тварь мы видим, как десантники пробивают себе проход на улицу. Даём по тапкам с утроенной силой. И как в какой-нибудь Call of Duty запрыгиваем на последних секундах вертушку. Находясь вдали от Улия, с нами связывается Томика. Она хочет узнать имя нашего героя. После этого Томика подрывает термоядерный заряд в башнях, жертвуя собой ради спасения человечества. Вернувшись на верлок, наш капитан выступает против продолжения попыток поисков выживших на LV-1201. И на этом моменте заканчивается кампания заморпехов. А мы тем временем переходим к следующему сюжету. За хищника. В детстве это была моя любимая кампания. В начале нам показывают события 19-летней давности. На планете Карарии хищник ведёт свою охоту. Кстати, этим загнанным бедолагой является Василий Рыков. Который при встрече с хищником каким-то чудом выжил, сломав себе позвоночник. Тем временем нас переносят в наши дни. Система безопасности башен фиксирует прибытие инопланетного корабля. Но поскольку у Рыкова свои личные неприязни к хищникам, он приказывает отловить этих поганцев. А вот и сам геймплей. Если кампания заморпеха была в основном коридорной и представляла из себя экшен-хоррор, то за хищника у нас добавляются элементы вертикальности. А самый жирный плюс этой кампании я поставлю дизайну переходов. Особенно его звуковому сопровождению, взятому прямиком из фильмов. Ну согласитесь, это же реально круто. Как и положено, наш хищник умеет входить в инвиз. Первым оружием, которое ему доступно, становится на рукавнике с лезвием. Ну а в качестве трофеев мы можем собирать черепа врагов. Буквально разделывая тела на куски. Вы спросите, а зачем хищнику черепа? Может это какой-то бонус? Честно, хрен его знает. За прохождение всей кампании хищника я не заметил, чтобы это на что-то влияло. Но как возможность соответствовать образу? Я поставлю лайк. Кстати, мы не поговорили о сканерах хищника. Они делятся на три типа. Тепловизор, для того, чтобы обнаружить людей. Электровидение, позволяющее обнаружить наэлектризованные тела чужих. И режим хищника. Он позволяет видеть наших собратьев, а также турели. Но я чаще всего использовал этот режим в качестве ночного зрения. Но вернемся к сюжету. Убив еще несколько людишек, нам встречается брат по оружию, который дает нам легендарное копье. Для меня это одно из любимых оружий хищника. Во-первых, оно наносит большой урон по противнику в рукопашной схватке. А во-вторых, его урон идет по радиусу, что позволяет устранять группы противников. Также в арсенале хищника есть генератор энергии. Она расходуется при активации невидимости или при лечении. В отличие от кампании заморопехов, хищник может подлечиться в любой момент, что немножко упрощает наш геймплей. Еще одной особенностью хищника является возможность совершать высокие прыжки. Это позволяет занимать нам выгодные позиции наверху, или добираться до труднодоступных участков. Далее мы встречаем еще одного хищника, который выдает нам бумеранг. Правда, особого прикола в этом оружии я не понял. В одной из битв я метнул его в противника, из-за чего он улетел просто в неведомые дали. Если в кампании за людей нам очень долго нагнетали саспенс до встречи с чужими, здесь они нам встречаются буквально на первых минутах. С них, кстати, тоже можно собирать черепа. Пройдя чуть дальше, хищник наблюдает за тем, как железные медведи похищают его собратьев. Как им удалось поймать двух бедолаг, остается загадкой. Начинаем преследование БТРов. У вас может появиться вопрос, что за хреновина у меня в руках. Это некое подобие, если так можно выразиться, арбалета. Он стреляет болтами, которые можно подбирать. К сожалению, наш герой не успевает догнать транспорт, и он спокойно добирается до башень. Теперь нашей задачей становится по стелсу проникнуть внутрь лаборатории. Поднявшись на грузовом лифте, нас поджидают медведи. Благо из этой драки мы выходим победителем. Кстати, наш арбалет очень круто сносит головы противника, прибивая их к окружающим стенам. Главное, не совершайте мою ошибку и вытаскивайте из них болты, а не то останетесь без патронов. Через вентиляцию хищник добирается до жилых корпусов. Однако здесь его ждет ловушка. Медведи нашли действенный способ, как вырубать хищников. Просто закидывают их эмигранатами. Генерал Рыков приходит лично посмотреть на нашего героя. По узорам на маске он узнает противника, который сделал его инвалидом. После чего он решает снять ее в качестве трофея. Затем нас погружают в капсулу с анабиозом и отправляют в отдел, где разрабатывают биологическое оружие против хищников. Спустя 6 недель мы просыпаемся в капсуле и видим, как игрок чужой убивает ученых, которые хотели заразить нас. Затем мы наблюдаем знакомого морпеха Гаррисона, который случайно отключает нас от капсулы. Выбравшись на волю, мы отправляемся на поиски собратьев. В одной из комнат мы находим маску одного из них, а также часть нового оружия. Этим оружием является сетка мед, которая обездвиживает противника, позволяя его без проблем добить. После этого мы попадаем в лабораторию, где находим тело погибшего сопартийца. Из записи врачей мы узнаем, что погиб он при снятии имплантов. Здесь же мы находим еще одно культовое оружие, плазменную винтовку, которая при стрельбе расходует наш запас энергии. Далее мы добираемся до ангара, где подрываем бочки с топливом. На звуки взрывов прилетает десантный челнок. Ну а далее мы видим от первого лица сцену, которую застал морпех, как хищник прыгает на крышу этого челнока. Узнав о том, что хищнику удалось сбежать, рыка впадает в ярость и начинает его преследовать. Тем временем наш челнок разбился недалеко от уля чужих. Там нас ждет очень долгая заруба с молодыми чужими, которые будут лезть буквально из всех щелей. Прорвавшись через улей, мы добираемся до заброшенного блокпоста, где находится антенна связи. Изменив ее частоту сигнала, хищник запрашивает помощь своего клана. Они принимают сигнал о помощи и прилетают на выручку. Однако, чтобы наш герой мог вернуться в клан, ему необходимо вернуть свою маску. В это время генерал Рыков охотится за хищником. Однако из-за адреналина эффект лекарств, поддерживающих искусственный позвоночник, снижается, и он постоянно испытывает боль. Несмотря на это, он приказывает своим солдатам эвакуировать королеву чужих. Оказавшись внутри главного улья, с нами через маску хищника связывается Рыков, пытаясь всячески подзадорить. Тем временем наш герой натыкается на королеву улья, с которой мы расправляемся без особых проблем. После этого нас ждет долгожданный финальный босс-файт. Подорвав экзоскелет генерала, хищник наконец-то возвращает свою маску, не забывая прихватить с собой трофей в виде позвоночника. На этом заканчивается его кампания. Здесь полностью отсутствуют хоррор-элементы, и пробегается все как бодрый экшен. Ну а теперь переходим к сладенькому. Третий. Кампания. Кампания за чужого по времени проходится быстрее всего, около двух часов. Действие игры разворачивается в комплексе первичных операций, куда прилетает корабль для взятия секретного груза. Майор Дуня приводит металлический контейнер и передает его капитану корабля, при этом строго запрещая его открывать. Капитан ставит груз на край стола и пытается его отсканировать, но контейнер не пропускает излучение. В этот момент один из железных медведей отвлекает капитана, приказывая ему явиться в штаб для разговора. При закрытии грузового отсека появляется вибрация, которая опрокидывает груз. Тот падает, и мы наблюдаем яйцо ксеноморфа, а из него благополучно выбираемся мы. Лицехват. Геймплей за лицехвата немного непривычен, поскольку он очень быстро бегает по любой поверхности, и легко можно потерять где пол, а где потолок. Сбежав по вентиляции, у нас появляется первая задача – найти носителя. Здесь основная сложность заключается только в том, чтобы не стать замеченным, а затем просто найти одинокую жертву. Ей оказывается спящий охранник. Заразив его, мы перерождаемся во второй фазе – фазе грудолома. Нашей первой задачей становится прогрызть себе путь наружу. Такой игровой опыт у меня впервые. Чтобы подрасти, грудолому нужно мясо, но поскольку вокруг много вооруженной охраны, они для этого не подходят. Зато отлично подходят запертые животные, которыми мы подпитаемся. Теперь мы переродились в большого мальчика – Чужого Трутня. Геймплей за Чужого отличается тем, что у нас есть феромоновое зрение, а все убийства мы совершаем только в рукопашном бою. Также Чужой умеет очень далеко прыгать, что позволяет быстро сократить дистанцию до жертвы. Далее мы с боем прорываемся через КПО, попутно пытаясь выпустить из лаборатории других Чужих. Затем в тоннелях под комплексом мы натыкаемся на Хищника, который отъезжает от нас как Лох Чилийский. Получив смертельные ранения, он активирует самоуничтожение, после чего раздается мощный взрыв, открывающий проход для Чужого. Спустя 6 недель нашему Чужому удается добраться до башен, куда он без проблем проникает. Внутри мы находим капсулу, в которой держат Чужихищника. Бьем по пульту управления и выпускаем эту ебаку. Но как вы помните, позже с ней в коридорах встретится морпех. Далее нам демонстрирует Эйзенберга, который получает информацию, что на базу прорвался Чужой. После этого его начинает трясти, а вокруг он начинает видеть галлюцинации. Ведь когда-то ему удалось пережить атаку Чужих, оставшись единственным выжившим. Когда Рыков попадает в кабинет ученого, он застает его лежащим в углу. Так мы можем догадаться, что после событий, которые пережил Эйзенберг, он пытался искусственно приручить Чужих. Далее наш герой находит искусственный улей. Понажимав различные кнопки, он выпускает ксеноморфов наружу. Затем нам вновь демонстрирует ученого. Он вместе с армией андроидов добрался до королевы. Принимая во внимание критичность ситуации, он приказывает ее сжечь. После чего андроиды рапортуют, что наблюдают необычные действия. Чужие отступают. Эйзенберг предполагает, что таким образом она пытается сохранить свое потомство. А после того, как они перестали сжечь королеву, атаки возобновились. Несмотря на это, Эйзенберг запросил челнок для эвакуации его и королевы. А у нашего героя появляется новая задача. Обесточить посадочную площадку. К ромешной темноте, челнок решает не приземляться, считая, что все погибли. А у нас появляется финальная задача. Поймать Эйзенберга. Его мы без проблем находим на взлетно-посадочной полосе. После этого мы видим, что Эйзенберг замурован в стенах улья. И оказывается, все это время он был андроидом. И на этом, друзья, заканчивается третья кампания. Что можно сказать об игре? Она все так же шикарна. Если вы, как и я, являетесь фанатом чужих и хищника, но по какой-то причине пропустили АВП 2, строго рекомендую ознакомиться. Здесь мы можем видеть события от лица трех разных существ. Каждый из которых имеет уникальные геймплейные особенности. И свой игровой стиль. Игре я ставлю твердую десятку. Играть в нее все так же весело и интересно. Очень жаль, что сейчас эту игру нельзя приобрести на цифровых площадках. А виной этому авторские права. Но хочется верить, что в будущем у игры появится достойный ремастер. А на сегодня все. Ставьте классы и пишите комментарии. Не забывайте посещать группу ВКонтакте, а также мой телеграм-канал. С вами, как всегда, был я, Тесла. До скорых новых встреч, друзья. Пока-пока.